На фоне атак украинских беспилотников по российским НПЗ правительство Мишустина засекретило данные о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива в стране. А немногим ранее крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» попросила того же Мишустина предоставить ей налоговые льготы для компенсации расходов. При этом стоимость бензина и дизеля на рынке уже ощутимо выросла и будет расти далее, предупреждают эксперты. Насколько сильный этот удар по военной машине Путина и чего ждать простым автомобилистам? Разбираемся. У России проблемы с бензином. Путину сложно это игнорировать. Но поскольку добыча сокращается, а в других странах таких США растет, мы можем потерять рынки. Как пример, в апреле в сравнении с мартом нефтяной экспорт сократился почти на 6,5% То есть это всего за один месяц. И нетрудно догадаться почему. Это один из многих результатов спровоцированной Путиным войны. Очень многие из этих нефтеперегонных заводов и нефтехранилищ обслуживают российскую армию обслуживание и поставки дизельного топлива, бензина, других нефтепродуктов для армии. Сами по себе удары по нефтеперерабатывающим заводам, они отличаются тем, что даже минимальное ранение, это вот то же самое, как отравленная пуля. Минимальное ранение смертельно. Производство бензина тоже стремительно падает. Производство бензина все равно не удается его повысить, оно находится у минимальных значений, то есть это где-то 15-16% ниже конца февраля. То есть вывод из этого, что вот установки, которые украинцам удалось вывести из строя, они все-таки так и не смогли их пока ввести обратно. До вторжения нефтяная промышленность была ведущей отраслью в стране. Она включала в себя и добычу, и переработку, и производство с транспортировкой. Но все это стало возможным только благодаря Западу, который теперь не торгует с путинской диктатурой. Вся 100% российская нефтепереработка, она на импортном оборудовании. Российская Федерация не производит оборудование для производства нефтепродуктов, для готового продукта. То есть солярка и бензин, она делается на импорте. Одноточечное повреждение способно вывести из строя весь производственный цикл. И без помощи спецслужб тяжело будет устранить поломку. И теперь, когда дрон прилетает и повреждает, неважно сколько, но хотя бы одну сотую производственного цикла Рязанского нефтеперерабатывающего завода, он останавливается целиком. Потому что за этой запчастью теперь нужно звонить в Кремль, чтобы Кремль дал команду ФСБ, чтобы ФСБ за рубежом нашло посредников, чтобы эти посредники под видом 9-летних беременных старшеклассниц пенсионного возраста подкрались кому-нибудь и заключили контракт на закупку специального оборудования и ремкомплектов для неизвестных какого нефтезавода, находящегося, не скажем вам, в какой стране. Украинская армия не перестает атаковать российские НПЗ. Так что новые поломки не за горами. Если вот это будет продолжаться, то напряжение на внутреннем рынке остается серьезное. Если такие темпы будут и дальше демонстрировать наши вооруженные силы, то можно предположить, что возникнет в скором времени существенный дефицит этих продуктов. Повышение цен на топливо – это процесс, который уже сейчас происходит. И эксперты уверены, что оно будет дорожать еще больше. Но также есть еще одна проблема. Бюджет на этот год сверстан с учетом нефтяных доходов. В российский федеральный бюджет, который без этого трещит по швам, то есть нужно брать откуда-то будут деньги, ну как нефть и газ, и вообще сырье энергетическое. Это основные источники денежных поступлений в бюджет, из которого финансируется война. Новая головная боль на ближайшее время для путинских экономистов будет связана с одним вопросом – где достать еще денег на войну?